Парни, готовность одна минута. На удачу. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помогите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молчись! Стой спокойно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помогите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас минута. Осталась одна минута. Уходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово. Уважаемый, кто так делает? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рустам? Рустам Палашкин? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы знакомы? Да я тебя по фото узнал в личном деле. У шефа на столе твои документы лежали. И я изучил. Отличная биография. Угу. Я Дергунов. Очень приятно. Слушай, ты щенку не займешь до среды, я отдам. Спроси любого. Дергунов всегда отдает. Дежурный. Дежурный. Лейтенант. Я слушаю. Дергунов деньги отдает. Не всем. Не всем. До среды. Спасибо. Сработаемся. Ну, пошли. Там уже все собрались. Так, все в сборе? Здравствуйте. Ну что ж, приступим? Да. Знакомьтесь. И прошу любить и не жаловаться. Майор Куприянов, рекомендован нам следственным комитетом. Так как ограбление ювелирного резонансное дело. Подследственность другого уровня. Поэтому будем работать с ним. Ну и вы, майор, в свою очередь, знакомьтесь. Лучших людей вам даю. Старший лейтенант Дергунов. Ведливый, шустрый. А это капитан Ростам Палашкин. Из соседнего РУВД. Только вчера к нам перевели. Назначен старшим среди оперов. А этот, похоже, в нагрузку. А это Игорь Соколов. Сокол! Быстрый, точный. Соображает хорошо. Игорь, убери свою флягу. От греха подальше. Пьянство на работе не потерплю. Замечу фляжку, бутылку или что-нибудь в этом роде. Расстанемся. Так, ладно. Ну, а это наш дознаватель, майор Смирнов. Здравствуйте. Надеюсь, сработаемся. Ну что ж, господа офицеры, мне дали кабинет в конце коридора. Так что в два часа прошу ко мне на первое рабочее совещание. Соколов, подождите. А, капитан, ты? Это я тебя на стоянке сегодня. Торопился, не держи слова. Сейчас выпьем за знакомство и поедем. Держи. Я на работе не пью. И вам не советую. Вышвырнут, как котенка. Слушайте, а вы про потолок-то слышали в ювелирке? Как фанеру снесли. Что, совсем? Интересно. Сейчас поедем. Вы кого? В таком состоянии лодить собираетесь? Извините. Белочек? Да ты не держись, капитан. Ты человек новый, а мне подумать надо. Пока не выпью, думать не могу. Сейчас выпьем и поедем. И за руль собираетесь с пьяным сесть, да? Ты переживаешь, что за меня? Капитан, что мы на вы? Давай на ты. Сокол. Я поведу. Скажи, куда ехать. Значит так. Чтобы ни одной цепочки из ювелирки не ушло, всех спалите. Через две недели приедет человек. Возьмет весь товар. Тогда узнаем всю сумму. Это пока аванс. А вообще молодцы. Четко сработали. Лява, а что ты там терся у витрины? Чего? Небось, опять заныкал что-нибудь? Смотри, еще раз и вылетишь. И будет тебе не белый снег в Альпах, а автомойка с закатом. Понял? Да и мысли не было. Так, ладно. Я через два часа вернусь. Особо не расслабляйтесь. Нам еще в гости к бухгалтерше сегодня. Мы же на завтра договаривались. Ничего. Пусть у девушки будет больше времени оценить риски. Сама все отдаст. А ты куда? Куда надо. Ты с чего взял, что этот часовитель сейчас здесь? Я повадки этого животного в год изучал. Знаю, где торчит, где бухает. Тебе надо вести передачу в мире животных. А ты думаешь, мы где? В зоопарке. Рановато пришли, мальчики. Вот он, может, и мальчик. А я тебе в отца гожусь, девочка. Где дворник выше? Дядя Витя, что ли? Дядя Витя, твою мать. Тащи его сюда. Дядя Витя, это опять к тебе. Каждый день шастают друзья твои. Ходят и ходят, здороваются. Здравия желаю начальника. Здорового человеча. Что по теме скажешь? Честную жизнь начал. Работаю вот. На фармазон не беру. Даже в картишке не балуюсь. Вот. Ну, если кто заглянет в ваш рай, ты же дашь знать, а? Дядя Витя. Так отошел я отдел, начальник. Подымаюсь. Помаленьку. Ну, что ты за человек, дядя Витя, а? Ну, отвернись, капитан. Сейчас будет жестокая с сыном. Дядя Витя. Дядя Витя. Ты просьбу мою помнишь? Дам знать. Дам, начальник. Капитан. Непременно. Вестерк не потеряй. Хорошо висит. Тебе кто дал право так показания выбивать? Он вор и скупщик родного. Ты по наколкам читал, сколько он звонок там там? Чего молчишь, умник? Он отсидел в своем. Он блатной. А блатные, как и офицеры, бывшими не бывают. Я вынужден сообщить о твоем поведении. На здоровье. Ну, что стряслось? Капитан Соколов нарушает инструкции. В связи с чем я не могу руководить оперативно-розыскной группой. Что значит «не могу»? Что такого сделал Соколов? Дергунов нарушает субординацию. Занимается рукоприкладством. Ну и пьет. Хотя это, я понимаю, здесь никого не удивляет. Владимир Борисович, разрешите? А, Дергунов, входи. Слушай, Толик. Да. Мы вот тут обсуждаем Соколова. Ты что думаешь по этому поводу? А что я думаю? Я думаю, что нужно отправить капитана Соколова в дежурку. Причем, пожизненно. Так, ладно, Толик, иди. Я хотел у вас… Этот конфликт тебя не касается. Иди, иди. Борисович, ты же меня знаешь. Есть человек, который давно работает на нас, скупщик Розенова. От большой любви и нежности он начал проявлять характер. Так, продолжай. Ну, я его… Самой малостью. Исключительно на воспитательных целях. Молодец, Игорь. Слушай, капитан, здесь у нас не ясли сад солнышка. Понятно? Люди разные, и методы работы тоже разные. И есть такие, как у Игоря. Они оправданы. Поэтому продолжай работать. И не глупи. Отмазался? Слюнявчик дать. Полин. Ну, Паш, прекрати. Я же тебе сказала все. Ну, ты могла бы хотя бы сначала поговорить со мной. Прежде, чем снимать эту квартиру. Я разговаривала с тобой, ты меня не слышал. У тебя кто-то есть? Не бойся, не убью. Если бы у меня кто-то был, я бы сделала так, чтоб ты меня не нашел. Ты ошибаешься. Я тебя всегда найду. По запаху. Что? Паш, ну прекрати, ну хватит уже. Ты сейчас совершаешь очень большую ошибку, дорогая. Пусть я совершаю ошибку, зато я сплю спокойно. Я не понимаю, ну что тебе не хватает, а? Я же, я же хорошо к тебе относился всегда, а? Паш, все, я устала. Человек может устать? Паш, я устала все время чего-то ждать. Твоих ночных телефонных звонков, твоих странных друзей. Я знаю о тебе не больше, чем в первый день нашего знакомства. Тебе нужно знать только одно. Я люблю тебя и нашу дочь. Паш, я все решила. Мы с Дашей поживем здесь. Ты можешь навещать ее, если захочешь. Спасибо, дорогая. Она скоро придет из школы. Она скучает по тебе. Мне надо идти. Объяснишь ей. Это тебе. Мне это не надо. Отдашь Даша. Куда она это будет носить? В театр. Я хочу, чтоб моя дочь выросла настоящей женщиной. Целую, дорогая. Здорово, Смирнов. Здорово. Есть чем горло промочить, а? Конечно. Садись. Че читаешь? Да так. Че-нибудь новое? Восполняю пробелы образования. Че у вас, суслики? Никогда не видели, как дядя Игорь армянский коньяк пьет? Это же армянский. Я здесь первый день. Разрешите? Да, следственную группу сформировали. Да. Нет. Будут. Да. Я полагаю, перестановки будут. Ну все, бывай. Я как раз по поводу следственной оперативной группы. Я слушаю. Предлагаю вывезти из нее капитана Соколова. Почему? Он с утра уже выпивший и сейчас тоже пьет. Где он? В кабинете у Смирнова. Я возьму с собой на вынос, если не возражаешь. Конечно. Срочно в кабинет Синютина. Бросай свое пойло. Сам-то пойло. Тук-тук. Кто там в теремочке живет? Ну что скажешь свое оправдание, Игорь? Я и сам кончу бросить не получается пока. Ну, видимо, так хочешь. В общем, у нас к тебе следующие условия. Либо ты завтра садишься в дежурку, либо едешь к наркологу и зашиваешься к чертовой матери. Ну, мы ждем ответ, Игорь. Ну, мы ждем ответ, Игорь. Хорошо, завтра сажусь. Я еду к наркологу. Вот. Уважаем такое решение. Это по-мужски. Ну, только не тяни, сделай. И помяни мое слово, другим человеком станешь. Ну, все, что могу. Ну, как прошел день? Нормально. В конце ж месяца беготня всегда такая, устала. Ну, ты поешь отдохни. Ленка посуду помоет. Правда, дочь? Угу. Ну, кто это опять? Это опять Фролов, наверное, со своим ремонтом. Все не имется ему. Фролов, ты что ли? Нет. Нет. Добрый вечер. Не делаем глупых. Назад! Кто вы? А ну, пошли! Сидеть! Заткнись, я сказал! Заткнись! Собурова, ты? Я. Вот и хорошо. Сейчас все вместе посидим, подумаем, как открыть хранилище. Хорошо? Нет, я не знаю ничего. Я и говорю, подумаем. А дети подумают. Давай, пошли. В смысле? Все, Соколов, уходи. Ты меня замучил. Ты что, дурой, что ли, был? Я сказала, уходи. Хахальновой? Не ори, люди услышали. Да пускай слышат, что у Белы хахальновой. Да, хахаль. Доволен? Не пьющий. А ты сам догадайся. Ну и дура. Господи, ну перестаньте, пожалуйста! Не прошу, мамочка! Лежать тихо! Что вы с нами сделаете? Что? Слушай, деточка. Я прошу вас, пожалуйста, перестаньте. Мам. Найдем ключи от хранилища? Пожалуйста, не трогайте ребенка. Ребенка не трогайте, пожалуйста! Пить хочешь? Хочет. Приехали. Поднимайся. Я слушаю. Понял. Доброе утро. Позвонишь раньше, чем через десять минут, придет тролль и заберет тебя. Понятно? Ага. Тш-ш-ш. Найдем ключи! Откровенность у меня. Откроется. Ух, мама. Откроется. Откроется. Ух, муж. Привет. Проходи. Здорово. Ой-ёй-ёй. А говорил, апартаменты. Слушай, да ладно тебе. Тут просто контакт плохой. Ну, а джакузи-то есть? Джакузи нет. Мы эту комнату сдавали студентам. Но потом они себя дискредитировали. Все еще и не сдали. Ну, типа того. Так что ты живи, пока ничего другого себе не подобрал. Давай. Ты зашивался когда-нибудь? Было дело лет пять назад. Я как? Погано. Я два раза чуть копыта не откинул. Да ты чего? Угу. Помогло? Если б не помогло, я бы сейчас лежал где-нибудь на кладбище в урне с прахом. Я тогда чуть не повесился по пьяни. Да ты чего? Мне жена сказала, ты выбирай. Либо я, либо водка. Тебя Белла подбивает? Кончилось было. Нету больше Беллы. Так. Размышляю. Ты побыстрей размышляй, пока тебя в участковые не перевели. Да. Чего? 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 Ты мне еще тут будешь рассказывать. Здравствуйте. Алкомед. Может, они называли друг друга по именам? Может, называли какие-то места. Название улиц. Не помнишь? Оставьте ребенка в покое. Вы что, не видите, в каком она состоянии? Слушай, в общем, надо их ввести в отделение, сопоставить показания. Шабур, вы уже там. В полной невменяйке рыдает уже второй час. Говорит, руки на себя наложит. Ладно. В общем, я вас послушал, теперь вы меня послушайте. Работа у вас нервная. Все время ходите по краю. Можно себе дать за рог. Но потом опять сорваться. Поэтому предлагаю радикальное средство. Дисульфирам. А, попросту говоря, торпеда. Только предупреждаю, если вы выпьете хоть немного, дисульфирам из капсулы попадает в кровь. Начинается отравление организма и возможен летальный исход. Что прям умру? Да. Только медленно и мучительно. Ну что, вшиваем? Сколько они вынесли? Около тридцати миллионов. Они все открыли. И хранилища, и депозитные ячейки, все. Они все время были в масках? Да. Семенов, уведи потерпевших. Пусть в коридоре посидят. Пойдем. Сдается мне, это та же троица, что грабила ювелирный. Продуманные ребята. Хорошо знают систему охраны и все такое. Не исключено, что один из них работал в органах. Но это пока только предположение. А вот что у нас с системами наблюдения? А? Машину засветили, но и только. Я бы с уличной агентурой поработал. Зря вы им не доверяете. Ть, протрезвел. Так, Рустам, значит, возьмешь Дергунова, привезешь ювелиршу, пусть каталог похищенного с собой возьмет. Есть. И с ломбардами поработать. Предупредить. Если хоть что-то найдем из украденного, закроем нафиг. Ты в опале. Можно я больничное возьму? Свободны. Идите, работайте. Не, что ни говори, а хорошо все идет. Ищу пару таких дел и домик на морском побережье. Если б вы знали, как я хочу домик на морском побережье. На Средиземном море. Чаус. Что? Я у тебя пару часиков по Кемарио. Ну, раз Полины нет. Ботинки сними. Сколько раз говорить? Лява. Чего? А ты отдохнуть не хочешь? Чего? Отдохнуть, говорю, не хочешь? А, спасибо, я не устал. Ты что принимал? Не понял. Ну-ка встань. Руки покажи. Чаус, успокойся. Это его колбасит, что он вечером в казино побежит. Слушай, я иногда себя чувствую сыном полка. Я твоему брату обещал, что ты на наркоту не сядешь. Так что учти, если узнаешь, убью. Понял? Понял. Ты лучше скажи, когда следующее дело будет. Я на недельку решил смотаться. Куда собрался? Бальпы. Там сейчас самый сезон. Я уже новую доску прикупил. А ты шею себе не боишься сломать, тинейджер? Не боюсь. Вот если бабла не будет, этого боюсь. А так нет. Никто никуда не едет. По крайней мере месяц. Лява. И перестань шататься по своим притонам. Сейчас они все забегают, как тараканы. Всем все понятно? Понятно. Я спать. Чаус? Что? А твоя Полина? Она совсем? Или как? К вами в гости? К маме. Скоро вернется. Здорово, Куриш. Здорово, здорово. Здорово, кореша. Пошли. Что происходит? Серега-то за что? Пенсионер все-таки. Язва у него. Какой, Серега? Охранник. Друга, что ли, твой? Зверь ты. Зверь, зверь. Дядя Витя. Ну вот ей Бог, как маленький. Ну ты же знаешь, что я за тобой слежу. Ну куда ты пошел? Откуда вещь? Нашел. Повторю вопрос. Вот эта вещь откуда? Ох, дядя Витя, дядя Витя. Тусовался вчера. Возле игральных автоматов. Там у них казино подпольное, ты знаешь. А тут пацан этот, с виду вроде состоятельный, а у меня как раз полсотни баксов в кармане. Ну он мне цепочку скинул и обратно. Ну что ж, у тебя два варианта. Либо ты идешь со мной, показываешь мне этого пацана, либо садишься за сбыткой радиного усек. Ну вот отлично. Соколов, а это кто? Не успели. Разрешите? Разрешите? Свидетель. По делу Рубина. Верни его туда, где взял. Я не давал никаких распоряжений по оперативным действиям. Покажи инициативу. Бухать сначала заряжи. Инициативный ты наш. Ну что теперь? А? Начальник. Здорово. Здорово. Ну чего-чего? Ну чего-чего-чего? Твою. Дядя Вить. Ну что ты как маленький ей пугой. Пойдем. Стой. Ну что ты? Сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. А ты ничего не слышишь? Ты вообще дома был? Дома? Вот. А вот и наши опера. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто хозяин квартиры? Ну я. Угу. Ты стой здесь. Толпы не создавайте. Толя, пойдем. Ты, значит, здесь остаешься? А вы, граждане, расходимся. Свободны. По своим квартирам. Расходимся. Да. Оп. Квартиру сдаешь? Ну да. Жить-то надо. По суточной или по часовой. По всякому бывает. Ты давай вспоминай, кому последний раз сдавал имена, паспортные данные. Ну да. Понимаете, товарищ? Если мы не найдем грабителей, это дело повесят на вас. Повесят, повесят. Ты тут жил. По ночам арматуру пилил в полу. Угу. Так что ты лучше вспоминай. Ну? Ну был такой маленький, коренастый. Бородка у него была. Ну? Вспомнил. Все? Да. Да. Андрюх, помощь мне твоя нужна. Помощь? Что, мебель двигать? Ты говорил, что у тебя есть каталоги из арбина. Покажи, пожалуйста, мне нужно сравнить одну вещь. Вещь. Вещь — это хорошо. Ну вот он, твой каталог. Андрюх, дай я, пожалуйста. Вот. Вот он. Я тебя прошу, Андрюх, ты можешь поехать к этой хозяйке Рубина, Анны Павловны, по-моему, зовут. И взять у нее показания. Я бы с радостью, Игорь, но увы. Без распоряжения Куприянову я теперь не на шаг. И ты, кстати, тоже. Я вообще должен сообщить о твоих действиях. Но я этого делать не буду. Потому что ты мой друг. Я сейчас заплачу. Ты что, Андрюх? Если ты мой друг, то я тебя прошу поехать сейчас туда, к этой Анне Павловне, взять у нее показания, что это вещь именно ее. А если не друг, то… Ну, друг, 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 успокойся. Придется пойти на нарушение инструкции, иначе ты мне за квартиру не заплатишь. Я тебя знаю. Я еще соседи по стояку затоплю, это я тебя обещаю. Ну, что ж, придется мне этого торговца золотом самому бать. А ну-ка, скляни-ка. Скляни. Красота. Сравни. А? Спасибо, друг. Морковка, я не понял, где? Пленник мой. А, так Куприенов приказал отпустить. Как отпустить? Игорь, извини. Кустам. Что? Это кто? Это мужик, который крыша Рыбина снес. Сознался? Нет, ну, сознается. Недельку с сурками посидит. Морковкин, я слышал, ты хотел опером стать? Хотел. Не будьте ям, Морковкин, опером. Давай. Пошел, пошел. Усташь казино, значит казино. Я тебя прошу, услышь меня. Если ты не будешь отвечать на мои вопросы, то… Я ж тебя бить не буду. Я тебе такие тут маски шоу устрою, ты ж меня знаешь. Угу. Так вот, вчера молодой человек в розовом полу с шарфом проигрался и расплачивался либо баксами, либо драгоценностями. Вспоминай. Ну, это был вчера. Проигрался пух и прах. Спешил куда-то. Я у него перстенек золотой за пятьсот баксов. А кто был? Что знаешь? Да мажор какой-то. Приходит так, периодически. Иногда при деньгах. Мы за ним будем наблюдать. Когда он появится, ты нам покажешь его. Если он тихо сольется, ты у меня остаток дней на Воркуте поведешь. Ты меня понял? Понял. Может, Кничко? А? На работе. Не пью. Понимаю. Черт, я не могу сейчас. Только игра мощного. Сколько передать? Сколько? Да, сильно ты ее любишь, однако. Хорошо, сделаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здрасте. Вы кто? Я друг вашего приятеля. Он забыл мобильный телефон, просил забрать. И давно это менты на посылках бегают. Ну, хорошо. Проходите. Итак, что вас перевело ко мне? Я вас слушаю. Кто? Это человек, который вышел сейчас из квартиры? Я не знаю. Это посыльный. Он приносит мне алименты от моего бывшего мужа. А кто муж? Бизнесмен? Еще вопросы будут? Имя посыльного. Если можно. Я не знаю. Просто какой-то мальчик на побегушках. Я правда не знаю, что вам сказать. Я не знаю его имени. Он приносит мне деньги и уходит. Он участвовал в ограблении ювелирного магазина. Убил кого-то? Убил кого-то? Нет. Ну, когда убьет, приходите. Какая вы жестокая. Жизнь такая. Если у меня будут вопросы, я вызову вас. Угу. Вызывайте. Может, даже приду. Привет, доченька. Привет, мам. Давай, раздевайся. Вот мой телефон. Если что-то понадобится. Угу. Спасибо. До свидания. До свидания. Да тихо. Тихо, тихо. Тревога. Тревога. Все хорошо. Тихо, тихо, тихо. Кубышкин. Все хорошо. Все хорошо. Марковкин. Ну, докладывай, что у вас тут происходит. Ничего. Виноват. Извините, я уснул. Угу. А Соколов тебя разбудил? Так точно, товарищ подполковник. Разбудил. Но виноват я. Уснул. Мне напоминает эту староежимную армию. Салаги на дембелей не стучат. Так, Марковкин? Так. Ой, никак нет. Капитан Соколов все правильно сделал. Ладно, Соколов, зайдешь ко мне в кабинет. Есть серьезный разговор. Есть. Алло. Дежурная часть. Капитан Марковкин. Лейтенант Марковкин. Слушаем. Господи. Так. Так, успокойтесь, пожалуйста. Ну-ка успокойтесь. Фамилия ваша. Что? Чусовитина? Я понял, ясно. Выезжаем. Что там? Да, фамилия знакомая. Что случилось? Слушай, по ходу клиента твоего, того, убили. Я хочу, чтобы капитана Соколова убрали из группы. А лучше вообще из отдела. Майор, напомню. Это я здесь начальник отдела. А не вы. И принимать решение о том, кого брать, а кого увольнять, тоже буду я. В таком случае мне придется написать рапорт в прокуратуру о нарушении уголовно-процессуального кодекса в отдельно взятом ОВД. Догадываетесь, в каком? Пишите, товарищ майор. А Соколов останется в группе. Здорово, Галкин. Ну, оторвись на минуту. А, Игорь. Привет. Здорово. Мне нужны результаты экспертизы по ювелирному. Интересует конкретная вещь. Замет пять минут, не больше. Куприенов запретил. Доступа нет. У кого нет? У тебя нет. У тебя, Игорек. Помните, ты хотел поменять свою старенькую Мазду, но мы не совсем новую Бэху. А че, ты готов, что ли? Готов. Давай. Сейчас, сейчас. Секунду. Это не то, не то. Так, вот. Так, колье. Так, это… Да, конечно. Не то. Бэху на Мазду. А был же еще… Я не понял. Это что, все? Ну, все, что есть. Так, а подожди, а Бэх, а? Забудь. Да, Шоня, побудь здесь. Никуда не уходи. Я до магазина и обратно. Только здесь, ладно? Никуда. Мы в полиции работаем, а не в школе фокусов. Не может просто так золотое колье с бриллиантами пропасть. Я тебе уверяю, что в группе работает кто-то налево и подчищает все концы. Меня Синютин вызывал. Грозился отстранением. Думаешь, почему? Да потому что ты пьешь. Да потому что я подобрался слишком близко. И буду подбираться. Найду и… Понял? А тот, кто подчищает, знает это и боится. То есть ты намекаешь, что Куприянов крыса? А чего уж ты мне душу изливаешь? Может, это я крыса? А? Да ты честно, как слеза комсомолки. По тебе курс партии сверять можно. Есть еще одна зацепка. Надо пробить машину чувака, который привозил Чусовитину это колье. Но только это надо сделать так, чтобы вообще никто не знал об этом. Сделаешь? Нет. Почему? Потому что Куприянов запретил проводить любые следственные действия без его согласия. Ну, конечно, запретил. Я б на его месте тоже бы запретил. Но кто ж в такие моменты слушает начальство? Я. Да. Даша. 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 Ты что? Я же тебе сказала ждать меня на площадке. А? Никуда не уходить. Мама, меня папа на пони покатал. Ты что, офигел что ли, а? Ты что творишь? Я что-то сама не сочла. Да ладно. Мы на пятнадцать минут отошли. Как ты нас нашел? Я тебя всяко найду, если мне нужно будет. Полина, я ж соскучился. Правда. Очень. Так, все. Пойдем домой. М-м-м. Даша расстроится. Я обещал с ней подольше побыть. Хорошо. Только полчаса, не больше. Как скажешь. Видишь, я оставлюсь послушным. Ну, что, Дашка, по коктейлю? Давай пять. Ну, не грусти, Андрю. Игорь, овощной супчик тебе? Туда. Пожалуйста. Ну, чего ты молчишь-то? Поможешь? Ты не суетись. Я сейчас сделаю звонок. Отведу тебя к одной роскошной женщине. Только ты зря так надеешься на эту машинку. Я думаю, этот лебедок не будет. Лява, он вряд ли ездит на своей. Скорее всего, по доверенности. Да ты мне дай хоть какую-нибудь зацепку, я тебя прошу. Одну зацепку. Где неправильно парковался? А где штрафы платил? А я там разберусь. Андрюха. А? Ну, чего сидим-то, а? А компот? Лёва! Уже несу. Будь здоров. Нет, ты не болей. Мы сильно поругались. Он все время порывался к друзьям, а я его не отпускала. Они там по вечерам собирались, в карты на деньги, на вещи играли. Ну, я собралась и ушла. Вернулась, а он лежит. Дрались, говорите? Да всякое было. Да они, капитан, каждую неделю дрались. Ты чё совите на овечку-то из себя не строй? Дрались, говорите? Да вы хоть раз его забрали, когда он меня избивал. Вы что говорили, помните? Вот когда убивать начнет, тогда и вызывай. Скажете, не так было? Да это она, капитан его. Сама лопатой звезданула. Слушай, где вас таких набирают-то? Ты что, не видел ему голову, как курицу скрутили? Миленочка! Смирнов! Совсем забыл меня. Тебя забудешь, как же. Капитан Соколов, прошу любить и жаловать. А что он у тебя такой молчаливый? Всегда на меня перед женской красотой. Молодец, капитан. Ну, что у вас там? Милен, у капитана вопрос по одной машинке. Ты помоги ему. Проходите. Игорь, ну вы тут разбирайтесь, а я зайду к Максиму Михайловичу. Давай. Ну давай, что у тебя? Мне нужно пробить вот этот номерок. Так, машинка на Шумейко Якова Владимировича, 1967 года рождения. А по нарушениям? По нарушениям? Парковка превышения и наезд на человека на придомовой территории. А адрес, где наезд был? Так, улица Савушкина, дом 67. Распечатать? Не, ничего, я запомню. А что капитан Соколов делает сегодня вечер? Все как обычно. Работаем. Спасибо. Жаль. Раздевайся. Даша, ты не видела мой паспорт? Нет, зачем он мне? Действительно, зачем он тебе? Чаус, верни мне паспорт. Паспорт? Да, я знаю, что он у тебя. Умница догадалась. А зачем он тебе? Слышишь, верни мне его. Слушай, Полина, ну, мы же все это проходили. Ты опять уедешь свой Мухозранск. Потом у тебя кончатся деньги. Вытаскивай тебя оттуда. Давай не ломать жизнь себе и ребенку, а? Это моя жизнь. Хочу и ломаю. Понял? Я не позволю тебе сломать жизнь, моя любимая женщина. Все, успокоишься, отдам. До связи. Зинаида Павловна два месяца лежала, как он ее сбил. Встать не могла. А он ходит себе. Здравствуйте. В ус не дует. Как будто и не он пьяный был. Понимаете? А вы что, арестовывать его пришли? Алименты не платят. Представляете? Да вы что? Уважаемый. Я? Простите, а ребят, скажите, как в метро пройти? Что? Не расслышали? А теперь я его быстренько в машину. И уделение без фуксов. Понял? Твой… Ладно. Кто там? Да! Открыто! Добрый день. Оба. А ты кто такой, а? Ты и ты. Неделю назад вместе с Чусовитиным вы загорали в КПЗ. А потом играли с ним в карты на отсадске. Отлично помню этот день, муля. Вот. Мне надо знать, кто Чусовитин отдавал драгоценности для сбыта. И вам, кстати, тоже. Да не было такого. Не было. И я не помню, муля. Ну да. Может, и ты, и вы его за бутылку грохнули. Ну, дело об убийстве уже открыто. За вами еще приедут. Что парни, кое-что расскажу. Добрый день! Здорово! Привет! Ты чё такой загнанный? Чаус, где? Не знаю. Ушел куда-то. Звони ему, пусть приезжает. Надо отменять инкассаторов. С чего это? На меня менты вышли, укол дома посли. Еле удрал. Сумка у них осталась. Сумки что? Сумки. Опять крысятничаешь? Да там было-то два кольца и три цепочки. Сиди здесь, жди Чауса. Если из-за тебя погорим, где хочешь найду. Из документов было что-нибудь в сумке? Да нет, ничего не было. Только это. Угу. А драгоценности по каталогу Рубина проверили? Нет еще. А что вы с ним цацкаетесь? Капитан Соколов нарушил мое распоряжение не проводить следственных мероприятий без моего ведома. И что мы имеем? Упущен один из ключевых свидетелей. Возможно, даже сам преступник. Игорь, подожди, подожди в коридоре. Подожди, подожди, Игорь. Как они на тебя вышли? Ну, не знаю я. На нас не вышли, а на него вышли. Думай, Лява, думай. У тебя тридцать секунд. Дворник знал, где ты живешь? Нет. Операцию отменять не будем. Но ведь опасно. У нас не будет другого шанса. Улицу скоро отремонтируют, и они будут ездить своим путем. А там их не взять. Нам нужна эта улица. Можешь мне этого мента пощупать? Ты уже нащупался. Нам еще мокрухи не хватало. Ментом займусь я. Это Чаос узнал? Молодец. Кто там из ваших сегодня моего пацана гонял? Соколов? Поэтому я вынужден отстранить тебя от расследования и отправить во мне очередной отпуск по болезням. Сливаешь, Борисыч? А то, что у тебя вишдоки пропадают, свидетелям рот это все чушь. Почему ты не отдал дело на дознание Смирнову? Потому что приказ. Знаешь, мне этот Куприянов тоже, как человек, не нравится. Но следователь, он хороший. Натворил ты сегодня делов, понимаешь? Не могу я тебя отмазать. Ну, хорошо. Отпуск, так отпуск. Ну, шо делать? Ну, шо делать? Да, если честно, хочется рапорт написать. Что это? Пиши. Да не тебе, Борисыч. В прокуратуру. В прокуратуру говоришь? Так этим ты не Куприянова. Ты меня подставишь. Так черт эту прокуратуру, Борисыч. Надо с хозяйкой поговорить. Она может дать отвод этому Куприянову. А, Борисыч. Хорошо. С хозяйкой поговорим. Ну, ладно, свободен. Заявление на отпуск. Напиши. Поговорил я с твоими районными кидалами, в общем, видели, а не человека из банды. Как он передавал чусовите на драгоценности. Молодец. Работай. А я щас возьму цветов и айду. Завидую. Да, сам себе завидую. Ну, ты все-таки съезди. Машину левую, ты посмотри внимательно. Вдруг найдешь все интересное. Угу. План будущего ограбления. Вдруг тебе повезет. Вдруг. Потерпил. 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 Слышь. Я думал, мы налегке пойдем, как обычно. Налегке на инкассаторов не ходят. Это тебе не тетю Аню пугать из ювелирного. Там ребята серьезные работают. Слушай, Бизон Ты бы съездил, мою машину отогнал Там бумажки всякие остались О чем ты раньше думал, лох? Да я только сейчас об этом подумал Все Ну что, по пятьдесят? Игорь, а зачем ты подшился? Начальство повелело, в случае неповиновения, глядились уволить Зато теперь в бессрочном отпуске, а значит, договор с подполковником Синёчином аннулирован Давай Ну и правильно, пошли они все Игорь, только ты сильно не напивайся Я слышал, яд будет продолжать действовать, даже и без торпеды Вот мы сейчас этот яд и разбавим, наливай еще А спина у тебя в шрамах вся чего? Ой, не люблю рассказывать На колючую проволоку упал Боивший, говорит, что фрункулез был А сейчас у тебя есть кто-нибудь? Есть Только она еще об этом не знает А сейчас у тебя есть кто-нибудь? Ну меня теперь ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ А вы по делу? Или как? Я по делу. Ну и так. Опять про того парня расспрашивать будете? Нет. Про мужа, на которого парень работает. Я не знаю, что вам рассказать о своем муже. Мальчика этого я несколько раз видела, он приносил мне деньги и все. Еще вопросы будут? Хорошо, спрошу напрямую. Муж связан с криминалом? Нет. Я никогда не была женой бандита. Ну хорошо, успокоила. Все, вопросы еще будут? Нет. Но теперь мы можем сесть, попить чай и нормально поговорить. О чем? О тебе. Какой вы шустрый. Мы разве с вами уже на «ты»? Ну, почему бы нам не перейти на «ты»? Скажи ты. Тебе станет легче. Как вас зовут? Нет. Игорь. Послушайте, Игорь. Мне кажется, что вы неправильно используете свое рабочее время. Да. Вам уже пора идти. Понятно, то есть чаю здесь не наливают. М-м-м. Простите. – Привет. – Привет. Дашунь, поздоровайся с гостем. Здрасьте. Здрасьте. Здорова. Здорова. Местный? Местный. Твоя машина? Допустим. А ты кто такой? – Я? – Да. Сокол. – А я тебе другим представлял. – Да. Сокол. Ешь, ешь, давай. Молодец. Молодец. Привет. Ты прости, мы без тебя ужинать сели. Ничего я сейчас. Ешь, ешь. Ну что, зайцы, как дела? Как школа? У меня пятерка по математике. А у меня по вокалу. Молодцы какие. А у тебя, пап, как дела? Поехали. Чистим зубки и спать. Угу. Спокойной ночи. Может, нам уехать? Никуда ехать не надо. Все нормально. Они все равно от тебя не отстанут. Они знают, где мы живем. Буду делать, что попросят. А перегнут палку. Что ж, у этих сулачей тоже дети есть. Ты что такое говоришь? С волками жить поволчивать. Что, плохо? Да уж, получше, чем тебе. Единственное, кому сегодня плохо, это Сокол. Надо неделю с торпедой проходить, поехать к девушке и выпить. Так он же расшился. Отковырял ее. Торпеду-то вашу. Куприян еще. Телегу в прокуратуру накатал. Точно Сокола уволят. Ну, это если жив останется. Слушай, заткнись ты. Приехали. Девушка, что ж вы натворили? Ему пить нельзя. Да не кричит на нее. Она не виновата, я сам. Что, полегче тебе? Ну, так. С тобой ты что? Да. Подрался вчера. Так, девушка, пойдемте со мной. Расскажете, как все было. Да я даже не знаю, что вам рассказывать. Слушай, у меня есть один знакомый. Он лечит иглоукалывание. И от зависимости тоже. Многим уже помог. Давай я тебя отрисдам. Не отказывайся. Да я не отказываюсь. Пойдем. Поговорить надо. Никуда я с тобой не пойду. Пойдем. Ты с ума сошел? Ты что делаешь? С Пишнем? С кем? С ментом. Да, сплю. Нравится тебе? Очень. Он то, что надо. Ты что, идиотка? Ты меня специально заводишь. Я все равно не буду с тобой. Посмотрим. Ну потрахаешься ты с ним месяц, второй. А потом что? Копеечки считать? Да? Пельмени жрать? Пусти. Мне больно. Ну уж нет. Я к тебе не с отеческими наставлениями пришел. Если ты хочешь жить, то будешь жить счастливой, дружной семьей. Ты со мной и дочкой. Понятно? А? Пошел вон, ублюдок. Слушай, говорит алкоголизм. Ты белками ешься, не слыхал? Я тебе вот что скажу. Зря ты решил завязать полностью. Так не получится. Тут выход один. Культурное питье. Все. Ты когда созрешь, я тебе расскажу. Да нет. Я лучше с иголкой попробую. Посмотри на меня. Я каждый день среди бутылок. И ничего. А все почему? Потому что я секрет знаю. Ну раз секрет, так и не рассказать. Люсь. Спасибо, что пришли. А вы извините, что я не стала с вами разговаривать в магазине. Это от того, что стало появляться много полиции. Это отпугивает покупателей. У меня уже уволилась продавщица. Теперь проблемы найти новую. У меня к вам один вопрос. Да. Вот, посмотрите на фото. Вы знаете этого человека? Ну конечно. Это наш дворник. Он и зимой у нас убирал снег. Угу. А он бывал в самом магазине? Мог знать, что и как устроено? Ну да конечно. Он же у нас работал. А что он за бешен? Я его узнаю на любой очной ставке. Да поздно уже. Его убили. Полин. Ты что дежуришь здесь что ли? Нет. Мимо проходил. Послушай, Игорь, давай с тобой договоримся. Не приходи сюда больше. Почему? Что случилось? Ничего. Просто мне это не нужно. И потом у нас с тобой все равно ничего не получится. Почему? Пока не объяснешь, никуда не пойду. Я тебе уже все сказала. Что это? У меня все в порядке. Не приходи больше. Муж приходил. Дай мне его телефон, я поговорю с ним. Не нужно ни с кем разговаривать. Не приходи больше. Не приходи, пожалуйста. Я вечером приду. Уйдите, в порядке. Уйдите, пожалуйста. Уйдите, пожалуйста. Уйдите. Уйдите. Личная просьба. Да. Собери мне, пожалуйста, всю информацию по Полине Кожевниковой. Была ли замужем, если была, то за кем-то отец ребенка. Ну, в общем, все. Это та, которая возле твоей постели сидела? Сделаешь. Хорошо. Полезла я в его вещи, а там сверток этот. Так дом же обыскивали? Обыскивали. Так посмотрели. Для галочки. Господи. Из-за каких-то побрякушек. Человека убили. Ну что ж, следствием установлено, что убитый Чесовитин и был участником ограбления. В его квартире найдено несколько изделий украденных из магазина. Анна Петровна опознала его как участника ограбления. Сам Чесовитин, судя по всему, погиб во время бытовой ссоры. Так что я предлагаю выделить это в отдельное уголовное дело, а дело Рубина закрыть. Подождите, подождите. Анна Петровна, а вы же говорили, что грабить ее было двое. Анна Петровна изменила свои показания. Вот как? Да. Ну что ж, все вроде бы складно. Всем спасибо. Всем спасибо. Анна Петровна, значит, вы подумайте и зайдите ко мне. Ну что ты смотришь? Анна Петровна. Да. Зачем вы это сделали? Зачем вы изменили показания? Я устала. Я хочу, чтобы мне вернули мое имущество. Бизнес несет убытки. Вы рано успокоились, потому что люди, которые вас ограбили, до сих пор на свободе, и вы являетесь опасным свидетелем. Нет. Спасибо. Я тебе говорю. Ты уверен? Да. Прошу. Спасибо. Подушки тут. Добрый вечер. Рада видеть вас в нашем ресторане. Ваше меню. Держите. Если что-то понадобится, обращайтесь ко мне. Управляющего позови. Скажи, Анатолий Дергунов пришел. Он меня знает. Хорошо. Минуту. Сейчас все будет. Тебе понравится. Здесь самая лучшая кухня. Анатолий Федорович, добрый вечер. Минутку. Никуда не уходи. Отойдем, Мишань. Ну, как поживает наш сынок? Спасибо. Амфетаминами в колледже больше не торгует? Ну и хорошо. Девушку видишь? Да. Давай накрой мне поляну по полной программе, чтобы икра черная была, самый дорогой коньяк. И я скажу нужным людям, чтобы твоего сынка больше не трогали. Все будет сделано. Прошу вас. Салат, пожалуйста. Салат, хорошо. А что-нибудь еще? Да, принесите. Нашим гостям все самое лучшее. А, я понял вас, Михаил Юрьевич. Что-то еще желаете? Здравствуйте. Это управляющий из ресторана «Лагуна». Да. Я помню, вы обещали помочь, если случится какое-либо ЧП. Ну, вот оно произошло. Вон за третьим столиком. Здорово, мент. Покушать пришел. А ты в курсе, что это моя территория? Я же не прихожу к тебе в отделение, не хозяйничаю. Почему ты здесь право качаешь? Ты с кем разговариваешь? А ну, встал и вышел отсюда. Урка. Ответ неверный. Значит, так непонятливый. Ты сейчас идешь вместе со мной в машину. Или я тебя. И твою подружку прямо здесь положу. Я внятно изъясняю. А я? А вы? Кушайте. Отдыхайте. Потом за весь стол рассчитаешься. Чем сможешь. Пошел. Анатолий. Удачи, Анатолий Федорович. Наслышан я, Дергунов, что у тебя финансовые проблемы. Так вы меня купить, что ли, хотите? Молодцы. А на месте было не сказать? Ну, мы не всякого покупаем. И не всякий продается. Странно. Обычно жюлье считают, что продается все. Ну, ты по себе-то не суди. Меня Сокол интересует. А что Сокол? С ним все кончено. Отстранили. Скоро уволят. Как ты думаешь, его можно купить? Кого? Сокола? Да кому он нужен? Кончено вам. А тебя? А смысл? Зачем вам это? Да. На, вот тебе. Чтоб больше не побирался. Здесь и на рестораны хватит на нателок, а мне ничего не надо. Ну, разве что когда-нибудь попрошу о чем-нибудь. Я не продаюсь. Я знаю. Ты честный мент. А я честный бизнесмен. Мы с тобой честные. Должны понимать друг друга. Я тебя не прошу продавать кого-нибудь или стучать. У меня очень хорошая связь. Поверь мне. Ты бери, бери, дурачок. Ты ж потом жалеть будешь. А то ведь за разбой в ресторанах я и покарать могу. А это тебе, чтоб ты гордость не терял. Будь честным, Дергунов. Что ты делаешь, а? Что ты делаешь, а? Что ж? Что ты делаешь? Ух ты! Поехали! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, слушаю. Смирнов? Смирнов. Здорово. Че у меня спится? Здорово. Я один буду. Молодец. Приезжай ко мне. Меня стреляли. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты что здесь делаешь? А это я ей позвонил. Я решил, что так будет лучше. Проходите. Ты скорую вызвал? Да, зачем? Пойдем. Как кожу поцарапали. Я, конечно, мертвым притворился. Но могли бы и допить. Ну ты чайник ставь, что ли? Что, мы так и будем в коридоре стоять? Проходите, конечно. Только у меня нет ни чая, ни кофе. А, у тебя только… Давайте я в магазин схожу. Нет, мы сейчас делаем иначе. Я сейчас сам схожу, мало ли что. А вы пока здесь поболтайте. Что это за время такое, что вот так, среди бела дня могут в человека взять и выстрелить? Что это? Откуда у тебя этот браслет? Кто подарил тебе этот браслет? Муж подарил? Может, ты закончишь этот допрос? Часто он делает тебе такие подарки. Что случилось? Ты за секунду превратился в другого человека. Что-то не так? Пусти мне больно. Да нет, все так. Мне, наверное, пора идти. Я рада, что с тобой все в порядке. Останься, Полин. Ты что там ищешь? Сейчас. Если найду, расскажу. Вот. Так, а вот теперь подробней. Мне двинулась и одна плохая, другая хорошая. Плохая в меня стреляли. Хорошая я жив. А тот, кто стрелял, уехал на красной шестерке с багажником на крыше. А кто стрелял? На исполнителя я не видел, а вот заказчиком может быть муж Полины. Ты что хочешь сказать, что он из-за двух свиданий со своей бывшей женой можно человека грохнуть? Да люди разные. История не в этом. Вот этот браслетик я вчера в руках держал. Ты понимаешь, что муж Полины может быть либо членом банды, либо скопщиком краденого? А этот Лява у него на посылках бегает. А что с Полиной теперь? А что с Полиной? Ну, она может быть причастна к этому. Да я тебе умоляю. Ты что, Полиной не в курсе никаких дел? Не-не, если ты уверен, то хорошо. Уверен, Рустам, уверен. Слушай, раз уж ты занялся частным сыском, тебе может помочь одна вещь. Я разговаривал с Мулиным и Захариевым, это дружки этого Чусовитина. Да я знаю. Ну, так вот, они сказали, что последнюю неделю Чусовитин все время крутился возле отделения банка на Красноармейской. Как раз там, где сейчас идет замена теплосетей. Ты думаешь? Угу. Так с Мулиным надо разговаривать. Так Мулин исчез. Ну, надо думать. Надо думать. Слушай, дай мне еще раз телефон этого иглу у колоделя. Инкассаторы выносят БАУ в 16.00. Их машина стоит вот здесь припаркованная. Потому что здесь дорога перекрыта, здесь трубы, балки. И траектория обхода будет приблизительно вот такая. Если все-таки напрямую пойдут. Вот для этого у нас Лява стоит вот здесь на страховке. Твое место, Бизон, вот здесь вот. Я хватаю БАУ и в машину. Бизон прыгает со мной. Лява уезжает дворами. Так они же следом побегут. Побегут. Конечно, побегут. А ты уезжай. Самому не стрелять. Только разве что припугнуть. Все. Что у нас с ментом? Все в порядке. Вроде не промахнулся. Вроде не промахнулся. Не промахнулся я. Почему в новостях ни слова? Так позвони этому, который у тебя в ментовке. Уж он-то точно знает. Позвоню. Обязательно позвоню. Здравствуйте, вы Ли? Здравствуйте, да. Я от Рустама Положкина. А, да-да-да. Добрый день. Проходите. Располагайтесь. Ложиться? Нет, пока садитесь. Ложиться раньше надо было. Это кто? Это ваши родственники? А это нет. Это мастера Джен Цзю. Ну, что вас беспокоит? Ваши товарищи сказали, что вы хотите бросить пить. Это товарищи хотят. Ага. Давайте, доктор. Начинайте. Ну, тогда снимайте пиджак. Прощайте. Мулин! Отделение там. Ты куда? Мулин! Да что это? Да что это? Стоять! Стой, стой, стой. 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 Товерят, что он, Мулин, по подозрению в убийстве Чусовити. Ты понял? Не гони, начальник. Поговори, чего надо. Стой. 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 Ты обещал Положкину показания дать. А сам убегаешь. Стой. Я еще жить хочу. Че, убийца себе, что ли? Пошли, Мулин, пошли. А других вариантов нет? Нет. Пойдем. Надо пить, Бразоря. Кому Чусовитин сливает информацию? Паренек один молодой был такой. Драгоценности подкидывал. Лява. Я же рассказывал. Еще кто? Приезжал качочек такой. На большой машине. Опознать сможешь? Начальник, че ты меня так прессуешь-то, а? Да я тебя не прессую еще пока. Подожди, Игорь, подожди. Игорь. Прессует его. Тебя спрашивают. Опознать сможешь? Ну, смогу. Подожди. А когда у нас ремонт на Красномейске заканчивается? Завтра. А откуда такая информация? У меня горячей воды два месяца не было. Завтра воду дают. Да, Полин, здравствуй. Рад тебя слышать. Алло, Полин, ты меня слышишь? Звонил Павел. Сказал, что завтра мы все вместе улетаем. Он забрал Дашу из школы. Что мне делать? А куда летите? Какой рейс? Знаю. Только что завтра утром. А куда не знаю. Ты не волнуйся. Оставайся дома. Я скоро буду. Что нам делать? Все будет хорошо. Алло, Рустам. Да, Игорь, слушаю. Банк будут брать сегодня. Муж Полины завтра утром улетает. Так ты сейчас туда, в банк? Да, я поехал. Подгребайте. Хорошо. Давай. Давай, давай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На колени! Я сказал, на колени! Оружие! Стоять! Полиция! Чаоса Бизонт! Уходим! 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 Руки! Ты как? Лицом к стене. Разрешите, товарищ майор. Где Даша? В школе, Даша, в школе. Ты же мне сказал, что заберешь ее. Это чтоб ты быстрее шмотки собирала. Поездка отменяется. Да. Если придут из полиции, то ты не знаешь, где я живу, кто я такой. Вообще ничего не знаешь. Понятно? Что случилось? Да ничего. Где браслет, который я тебе оставляла? Что произошло? Почему должны прийти из полиции? Ну, это тебе лучше знать. Ты теперь у нас с ментами у тебя, да? Паша, оставь меня в покое. Если я еще раз увижу его здесь, я убью обоих. Не трогай его. Это тебе, дорогая. Я через пару дней за вами приеду. Браслет! Быстро! Сними с него наручники. Так не положено, товарищ майор. Я сказал, сними с него наручники. Уйди. Товарищ майор. Ничего не случится. Встань за дверью. Ты стрелял в капитана. В какого капитана? Плохо стреляешь. В смысле? Не догоняешь? Нет. Ну, хорошо. Попробуй объяснить по-другому. Ты понимаешь, почему я приказал снять с тебя наручники? Если пить дорогие напитки, никогда не сопьешься. Почему? Во-первых, будет сдерживать их цена. А во-вторых, дегустацию нужно превратить в церемонию. Коньяк нужно взять на кончик языка. Ну да, да. Оценить букет, почувствовать вкус. Да не дуйся ты, не могу я. На кончик языка. Не валерьянка же. Я не знаю, что мне делать. Они ведь, понимаете, мы же приехали, и они творят там какие-то чувства. Ну, слушайте. Дело такое. Здравствуйте. Здравствуйте. А, простите, а где я могу найти капитана Соколова? Соколов? Вам точно нужен Соколов? А то у нас есть и другие капитаны. Капитаны? Лейтенанты? Нет. Мне нужен Соколов. Срочно. Ладно. Попробуй позвонить. А вы знаете, я ему звонила, у него выключен телефон. Вы не могли бы его найти? С дороги! С дороги! С дороги, я сказал! Ушел! Ушел! Иди сюда! Сюда иди! Стоять всем! Я сказал стоять! Убью ее! Алло! Есть ли у меня Соколов? У меня ни для кого нет. Его нет. Хорошо. Когда он вернется, скажу, что Бизон сбежал. В сторону! В сторону! От машины! От машины! Давай быстрее! Смир you! Ну что, стоим? По машинам быстро! Догнал! Ладно, все, Полина. Спасибо, все нормально. Полина! Полина! Полина. Полина! Полина! КОНЕЦ Куприянов, ты там один? Один. Убери пистолет. Ты же меня сам отпустил. Отпустил, отпустил. Брось пистолет. Чао сказал про себя, но я сразу не вырубился, что это ты. Стой, где стоишь. А на счет Сокола не волнуйся. В следующий раз не промажу. Ну, все. Мне твоих братков не резон ждать. Я сваливаю. Заваливай. Зачем ты его? Нужно было по ногам. Я предупредил, он не послушал. Я открыл огонь на поражение. Что-то не так. Ты зайдешь к нам? Шутишь? Мне не до шуток. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Дашунь, иди немножко поиграй в своей комнате, ладно? Хорошо. Мне нужно поговорить с тобой. Что случилось? Приходил Павел, сказал, что убьет нас обоих, если ты еще хоть раз здесь появишься. Сказал, что могут прийти из полиции. Он что-нибудь натворил? Ну, что я сейчас скажу, не имеет отношения к тому, как я к тебе отношусь. Ну, что чувствую? Ну, говори. Я не знаю. Короче, твой муж организовал ОПГ. Что? Организованную преступную группировку. Сегодня они ограбили инкассаторов ранее ювелирный магазин и банк. Банк, предположительно, ювелирный магазин. Наверняка, парень инкассаторов я знаю точно. Один из них тяжело ранен. Короче, раньше они никогда не стреляли. Но сегодня. Они теперь будут убивать. Палин. Ты, наверное, ждешь, что я сейчас буду тебе что-нибудь рассказывать про него. Про то, где он живет, про его друзей, про номер его машины. Полин, ты можешь не свидетельствовать против. Но ты же ждешь. Для тебя же главное сейчас поймать его. Полин. Полина. Ты. Он не даст тебе спокойной жизни, пока на свободе. Ну, тем более знаю, что есть я. Так. Так. Здесь. Это он мне принес сегодня. Я не хочу к ним прикасаться. Отнеси их в отделение. Может, это не те деньги. Но мы же знаем, что те. Там наверняка есть номера купюр. Ты сверишь их, отдашь. Тебе дадут премию. Повысят звание. Будут ставить пример молодым. Ну, и все, что у вас там принято. А, послушай меня. Полин. Какая же дура. Я стала доверять тебе. Стала привязываться. Мне даже показалось, что я тебя понимаю. И, может быть, когда-нибудь, но это уже не важно. А ты, оказывается, гоняешься за ним. Больше я сделаю так, что его не найдут. Ты иди, Игорь. Иди. У меня один вопрос. Объясните мне, как так вышло, что задержанный оказался без наручников? Использование наручников при допросе незаконно. А зачем вы открыли огонь при задержании? Когда я приказал снять с него наручники, я полагал, что он не опасен. Своим бегством он, ну как, доказал обратно. К тому же он был вооружен. Позор. Преступник разбросал всех, как инвалидов, спокойно ушел. Есть основания полагать, что ограбление ювелирного и инкассаторов – это дело рук одной и той же банды. И еще после ухода «Сокола» группа многое потеряла. А не надо было его отстранять? Значит так. Дело по Рубину возобновить. Покажите хозяйке магазина фотографии преступника, может, опознает. Все, все свободны. Работайте. А вы, вы к кому? Да к знакомым. Открывайте. Так вы позвоните им, они откроют. Ну открывайте, что вам, жалко что ли? А вы в какую квартиру? В двадцать шестой. Вообще-то я живу в двадцать шестой. Ну так открывай молча, что здесь будем мерзнуть? Кто такой? Что вам нужно? Я сейчас мужу позвоню. Так вот звони и скажи ему, что как он дела делает, так нельзя. Понятно? Я все сказал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Открывай. Считаем до трех и ломаем дверь. Дверь закройте, а то у девчонок сквозняк. Дружочек, а мы думали, тебя придется из теплой кроватки вытаскивать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пошли вон. Ты труп. Все там будем. Что ты здесь делаешь? Соскучился, тебя решил увидеть. Мне кажется, мы в прошлый раз не очень хорошо поговорили. Ты так думаешь? Мне страшно. Я останусь до утра и буду караулить ваш сон на кухне. На кухне негде спать. Там нет кровати. Я привык. Я привык. Я привык. И оказался. Я вам что сказал сделать? Рассказывать про него раньше надо было. А сейчас мне начхать на ваши рассуждения. Павел Сергеевич, мы все поняли, все исправим. Даю день. Один день. Ну что, они справляются? А вчера вечером я так понял, кто ты из твоих справился. Жену мою напугали так, что я ее отпаивал полночи. Учти, еще кого-нибудь у своего дома замечу, не пожалею. Как Бизона не пожалел? Зачем убил? И так работать не с кем. А ты предпочел бы, чтоб он тебя сдал с потрохами? Затихарись на время. Хватит уже. Вот мента твоего достану и успокоюсь. Это без меня. Я свой грех на двести процентов отработал. Нет, не отработал. Вот когда я тебе грехи отпущу, тогда и успокоишься. Вот как мы заговорили. Вот как мы заговорили. А ты как думал? – Здорово. – Ты чего тут делаешь? Здорово. Я тебя жду. Три часа уже. Я тебе звонил, но ты вне зоны. Да ты чего? Что случилось? Документы по делу Рубина пропали. Не все, но самые главные. Там был протокол допроса Чусовитина еще до момента, когда он отказался от показаний. Да ты чего? Думаешь, кто? Да откуда я знаю, кто? Кто чаще бывает в кабинете? Да у меня многие бывают. Чаще других ты. Но если серьезно, Дзергунов иногда почту проверяет. Я ему как-то на полдня кабинет оставил. Но ему-то зачем? Есть очевидные мотивы и неочевидные мотивы. Начнем с очевидных мотивов. Ты на ту квартиру больше не ходи. А куда ты свою долю попрятал? Ну, в банк положил часть. Часть под кустом спрятал. Чего звал? Сам же сказал затаиться на время. Тут дело срочное. Глянь. Это что за бухгалтерия? Сохрани ты, спрячь. Если меня возьмут, отнесешь ментов к Дзергунову. Под кого копаешь? Мы тут год назад с Бизоном дальнобойщика взяли. Где-то километров двадцати от города. Там фуры были с компьютерами. Тут менты. Я ушел. Бизон впрягся. Потом оказалось, что одна фура пропала. Мы по своим каналам пробили, нашли ее за городом. Взяли вон там на складе у какого-то терпилы вот эти накладные. А знаешь, кто за ними пришел? Бизон? Идиот. Бизон в СИЗО сидел. Майор Куприянов. Честный старый ментяра. Ничего себе. Он хотел какую-то ипотеку закрыть. У него там проблемы были. В общем, мы заставили его Бизона отпустить, но он еще должен остался. Так что в любой момент можно бумажечки в ход пустить. И хана Куприянову. Ну что, значит все? Разбежались? Нет. Последний раз. Ну, я думал, после смерти Бизона. Через два дня идем на дело. Наши планы не поменялись. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Я из полиции. Вот, пожалуйста, друг Игоря Соколова. Видите ли, дело в том, что Игорь сейчас очень сильно занят. Так он же там больше не работает. Его восстановили. Вам и вашей дочери, возможно, угрожает опасность. Игорь просил меня, чтобы я отвез вас в его квартиру. Но я сама могу доехать. Я знаю, где он живет. Нет, нет, что вы. За вами может быть слежка. А я на машине. Ну, хорошо. Подождите меня немного, я только переоденусь. Договорились. Мам, а кто это был? Я звонила Игорю. Он почему-то не подходит к телефону. Ничего страшного. Потом развалитесь. Пошли. Здравствуйте, Ирина Романовна. Здравствуйте. 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 Ирина Романовна. Здравствуйте. Игорь ждет вас минут наверху. Связью пользоваться не рекомендуется. Особенно на конспиративной квартире. Он у вас молодец. Все инструкции исполняет. Ну… Да не волнуйтесь вы так. Сейчас увидитесь. Прошу. Пойдем, Даша. Эй! Кто дома? А где Игорь? Мы уходим. Вы останьтесь здесь. Так надо. Телефон. Я же сказал. Отдайте мне телефон. У девочки есть телефон? Давай. Даша, отдай свой телефон. Давай, давай. Значит так. Тут вам ничего не грозит. Я сейчас съезжу за продуктами. Вам надо побыть здесь. Успокойтесь. Это ненадолго. А Полиночки нет. А где же она? Какой-то мужчина за ней приехал. А какой? Как выглядит? Ну, солидный такой. Лет пятьдесят. Может быть больше. Муж? Муж. Не знаю я. Муж. 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 А где Морковкин-то? Морковкину мы к себе взяли. А этого Валукин из ППС привел. Что-то случилось? Этот из казино Полина убежал. Муж. Ничего. Он с Полиной и с ее девочкой не сделает. Нам преступника. Продукты. Зачем вы это делаете? Что это? Зачем вы нас похитили? Ведь вы работаете вместе с Игорем. А при чем тут Игорь? Игорь тут ни при чем. У меня к нему особых претензий нет. Так ты зачем? Не я это начал. Мужу своему бывшему спасибо скажите. Он угрожает моей семье. Мне нужны гарантии. Вы моя страховка. Полина, чтоб вы не наделали глупостей, я отключил воду и газ. Зачем? Ну а вдруг вам придет в голову залить соседи, чтоб тебя вызвали участкового. В общем, не делайте глупостей. Все будет хорошо. Поехали в дом. Ты же розовернулся на другом. На другом? Помогу. В общем, это все будет хорошо. Прюхали. В общем, только никак нечего. Я я тогда закончился. Ты с Голосом? Я прошу. Заходи, Игорек. Не стесняйся. Нам давно надо было встретиться. Лицом к лицу. Любопытно поближе посмотреть, на кого моя жена запала. Бывшая жена. Ты сам пришел убивать? Я за Полиной пришел. Где она? Я тебя еще раз спрашиваю, куда ты увез Полину? Ствол опусти. Шутишь? Я сейчас забью тебя здесь. С огромным удовольствием. Я не знаю, где Полина. Не смей мне врать. Думаешь, так просто? Забрал у меня бабу. А чем ты ее будешь удивлять, сынок? Я сейчас тушенку из тебя вышибу. Я не знаю, где Полина. Может быть, она там кому-то доложит. Ищи хвосты своим. Подожди. Я, кажется, понял, где она. Чем раньше ты отпустишь пушку, тем быстрее я ее найду. Угу. Как ты в такой нищете живешь, а? Что в тебе бабы только находят? Чаус? С кем из наших работаешь? Ищи. Обоснуешься у тетки, напиши мне на старый номер. С детьми повнимательней. А ты? Ты когда приедешь? Ну, рапорт на увольнение напишу. Через недельку буду. Ну, прощайтесь с папой. Ну, до свидания, дети. Маму слушайтесь. Пока, пап. Давай, прыгай. Все? А теперь слушай меня. На незнакомые звонки не отвечай. Дети пусть больше дома сидят. Вернусь. Переберемся в Москву. Я, я все поняла. Я поняла. Я поняла. Ты береги себя. Алло. А, ну что, понял, что не надо со мной шутить? Теперь ставки выросли. А теперь слушай меня. Черт. А, заходи. Вот. Осталось только места проставить. Первое или второе? Поговорить надо. Ну, что там у тебя еще? Давай, давай, выкладывай. Вы помните, Соколов жаловался, что из материалов дела пропала золотая цепь. А недавно пропал протокол допроса Чусовитина. И кто-то надавил на ювелиршу Анну Петровну. Подожди, подожди. Ты куда ведешь? Ты что хочешь сказать, что в нашем отделе кто-то появился? И никто не за… Ну, продолжай, Рустам. Вот, заявляют, что в нашем отделе появился человек, который ворует вещдоки и документы, чтобы заботать следствие. Ну, и кто ж это? Кто ж это, по-вашему? Я подполковник? Или, может быть, вы сами? Я предполагаю теоретически, что это может быть капитан Соколов. Исходя из того, что у него роман с женой организатора преступного сообщества. Ну, и откуда такие сведения, а? Он сопоставил факты. Ну, Палашкин, ну, знаешь, это, конечно, версия. И, как всякая версия, она имеет право на жизнь. Я предлагаю провести объективное внутреннее расследование. Но так как это только предположение, все должно быть только… Да вы что, сумасшедшие? Вы вообще трезвые оба. Я даже себе представить не могу, что в нашем отделе есть крыса. Да еще и капитан Соколов, которого я знаю не первый день. Да. Знаешь, Устап, когда ведешь сложное дело, открывается много интересного. Борись, парень. Борись. Это версия, версия любопытная. Я. Привет, Игорь. Здорово, Смирнов. Ко мне ночью Чаос приходил. Да ладно. Прикинь, сам пришел. Короче, надо искать Полину. А где ее искать? Не знаю. Не знаю где. Но надо искать. Но у меня есть номер машины Чаоса. Чаос. Чаос, может не стоит, а? Вот так вот пойти и сдаться, а? Да. Это ж приговор. Ломится нам столом без подготовки. Безунных месяц разрабатывал. Ну, без подготовки средь бела дня. Ну, почему сегодня? Я сказал сегодня. Значит, сегодня. Так вы оба. Почем зря не палите без импровизации, понятно? Угу. Заходите за мной. Ты берешь охранника, ты берешь продавщицу. Понял. Только смотри, чтоб на тревожную кнопку не нажала. Лева уберет тех, кто в зале. Я собираю бабло. На все про все две минуты. Все понятно? Угу. Может машину сменить? Некогда. Мама, что ты делаешь? Иди в другую комнату. Ванну посмотри, принеси все тряпки, полотенце, все, что там найдешь. Полотенце в ванной нести? Да, неси. Неси. Неси все, что там увидишь. Так. Все. Это не надо. Дашунь, ты же у меня смелая девочка. Папа говорил, что ты с ним на аттракционах каталась, на американских горках. Прыгала на этом, как его. А? Мама, ну я же тебе говорила, джампинг называется. Джампинг, точно джампинг. Так вот сейчас все будет точно, как на аттракционах. Я привяжу тебя этой простыней. Другой конец я привяжу к батарее. И буду тебя очень-очень аккуратно спускать. А ты будешь очень-очень аккуратно спускать. Когда ты спустишься на землю, ты найдешь первого побавшегося взрослого, попросишь позвонить его в полицию. Расскажи, что у нас здесь с тобой произошло. Хорошо. Попросишь поправить. Позвать капитана Соколова и Эльцминова. А ты все заполнилась, скажи. Позвонить Смирнову и Соколову. Все. А ты со мной не полезешь? Нет, миленький, я с тобой не полезу. Я очень тяжелая. Меня может просто не выдержать. Это легкое. У тебя все получится. А если я упаду? Ну что ты? Ну что ты? Смотри, как я тебя крепко привязала. Мама, я боюсь. Не бойся. Главное, не смотри вниз. Смотри только наверх. На счет три. Давай. Раз. Два. Три. Беги, Даш. Беги. Капитан Соколов или Смирнов. Беги, Даш. Беги. Капитан Соколов или Смирнов. Здорово. Здорово. Чего такой хмурый? Ко мне ночью приходил муж Полины. Я хочу пробить его машину. У меня есть номер. Вы сейчас куда? Ювелирки на Чехова. Кнопка сработала. Я с вами. Ты отстранен? Слушай, а. Но я этого не слышал. Так, парни, давайте на выход пошли. Идем. Все, пошли. Ааа. Ааа. Положка где? За УАЗиком. Куда? Все, 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 чуть-чуть. Че, чуть-чуть. Паковки-то как? Ну, чё, как сидят там, заложников взяли. Стойте мне уйти! Стоять! Черт! Ты, а, черт! Стоять! Не стрелять! Не стрелять! Не стрелять! Стой! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой! Стой, стреляй! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты? Ну, мне повезло. Руки поднял! Тихо-тихо-тихо! Держишь! За головой! Мы же тебе бабки дали. Ты чего творишь-то, а? Я тебя сейчас пристрелю при задержании. И все проблемы решены. Ха-ха! Тебе деньги нужны? Так я дам, дам! Я тебе сейчас застрелю! Тихо-тихо-тихо! Стой-стой! Давай ты мне, я тебе, а? Слушай, у меня документы важные есть. Медленно! На колени! Руки за голову! Подожди, ты чего не понимаешь, да? Там дело на полляма баксов. Ты с этими документами поднимешься. Майор Твой Куприямов полфуры компьютер фаджал. Компромат на него. Ну, компьютеры до сих пор в розыске. Где? Где документы? Там, в «Жигулях», напротив ювелирного салона. Туманы, залам… Жилетку снимай. Где запасной выход? Что? Молодец, Сергунов. Надевай на него браслеты. Стой! Стоять, я говорю! Какого рожда? Сильно зацепила? Терпимо. Мент, сволочь. Я ему документы на Куприянова предложил, а он стрелял. Завалить хотел. Выживу, убью. Ничего. Такие, как ты, долго живут. Побрякушки у тебя? Лява. Ну, нельзя же в любой ситуации думать только о деньгах, а? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Где они? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вылезай из машины. Марковкин, а что ж ты такой слабенький-то, а? Перепугался-то как. Садись, садись. Ты в следующий раз в дежурке посиди. Дыши. Марковкин… На пару слов, а? Чего? Ты… Ты о чем с Лявой-то говорил? Когда я подошел? С кем говорил? Ну, ты задержал его, молодец. Почему браслет не надел? Я не понимаю, о чем ты? Ну, извини. Толя, Толя! Так! Толя, ну, ты честный парень был. Толя, ну, тебе весь, весь отдел доверял. Я тебя опозорю, не отмоешься, Толя. Игорь, я ничего не сделал. Так какого рожда ты стрелял в него? Я бы его через секунду взял. Игорь… А может, ты с Чеусом? Что? Тут недавно водили крысу, искали. Я… Я предателем никогда не был. У меня есть серьезная информация о майоре Куприянове. Готов поделиться? Откуда вы ее доставили? Из линейного отдела метрополитена, площадь Ленина. Как это там оказалось? Сможешь рассказать? Я не помню. Когда я спустилась, испугалась. Бежала потом. Вы, мама, найдете? Найдем. Обязательно найдем. Ну, 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 ты… Такая красивая девушка и так себя ведет. А ведь мы… А ведь мы могли бы… Не могли бы. Игорь, ты убьешь его! Остановись! Оказывается… Капитан Соколов, я посажу вас. Сад нападения на старшего по званию. Ветя, по 126 захищение. Закатай лет на восемь, Козлина. Это я тебя закатаю с большим наслаждением. Я защищал сценного свидетеля. Слышь, может тебя убить? Даша, где? А ее здесь нету. А где она? Не знаю. Девочка где? Девочка где? Игорь… Где девочка? Девочка где? Ты что себе делаешь? Машину твою увидела у подъезда. С вами все хорошо? Даша, я вам звонила? Да. Она в отделении, с ней все в порядке. Слава Богу. Все хорошо. А что у вас здесь происходит? Вы кому верите? Вы лукашу этому верите? Вы на глаза его посмотрите, сколько он выпил сегодня. Да. Я, конечно, всякого повидал, но такого… Вот что. Мы с майором еще побеседуем. А ты, Игорь, иди домой. Отоспись. И завтра приходи. Полина дала показания, что это животное похитило ее с ребенком и удерживало в квартире. Но неужели мы не можем его арестовать? Разобраться надо. Может, не так все было? Не так девушка поняла. Майор опытный следователь. И утверждает, что работал с приманкой. Надеялся, что Чаус придет за ней. Иди, капитан. Отдыхай. Ты молодец. Вот что, товарищ Синютин, я возвращаюсь в головку. Ну, а чего так? Не понравился у нас в отделе? Устал. Угу. Ну, понятно. Задержитесь. Я сейчас соберу личный состав попрощаться. Зачем? Я как-нибудь сам заеду. А, да, извините. Здорово. Привет. Давно ждете? Да. Замерзли уже. Я не могла не сказать тебе спасибо. Это все? То есть, я не могу рассчитывать на ужин в обществе очаровательной дамы? У нас две дамы. Значит, мне повезло. У меня две дамы. Нашень, иди, пожалуйста, погрейся в машине. Я тебя не могу пригласить к нам. Я даже ужином тебя накормить не могу. А ведь он еще на свободе. Да? Ювелирный окрепил сегодня. Нам нельзя ехать туда. Он обязательно там появится. Я боюсь. Не бойся. За мной ничего не бойся. Не бойся. Подожди, майор. Не торопись. Здорово. Товарищ подполковник, позволите? Давай, Толик. Твой звездный час. Все потом, ребят. Все потом. Майор Куриянов, вы обвиняетесь в превышении служебных полномочий. Кроме того, только что я передал документы о хищении фуры с компьютерами в прокуратуру. Ты че несешь, парень? А что, не припоминаете? Назад! Назад! Я сказал, всем назад! Ты че творишь, Куриянов? Не усугубляй, у тебя же дети. Дети? А ты знаешь, что такое дети? Ты знаешь, что значит в этой стране вырастить детей? Накормить их? Одеть? В школу отправить? В незаношенной до дыр одежде? Только вот незадача. Им же нужно еще каждый день деньги на обеды давать. А может быть, ты мне скажешь, как их на море отправить? Хотя бы раз в пятилетку, чтобы они наконец увидели это самое море. А? Что скажешь, Дергунов? А ты, Синютин, как думаешь, твои внуки штаб чувствуют, как ты их подвозишь к колено-служебным ржавенькому «Жигуленке», а вокруг паркуются мерседесы? Ну что, че молчим-то, а? Че молчим? Дурак вы, товарищ майор. Дурак? Конечно, дурак. Кругом откаты. Все крышуют друг друга. А вы? Чего вдавились? Так, хватит, страдалец. Миллионы рожают и воспитывают своих детей, потому что любят их. И хотят видеть в них просто хороших людей. И я воспитываю своих так, чтоб они не обращали внимания на то, кто во что одет, на чем ездит. А внуки мои, они вообще в школу пешком ходят, хоть это и не близко. Здоровее будут. Да не дури, майор. Не бери грех на душу. Опусти ствол. Синюти, ну иди. Уйди, не мешай, ей-богу. Я сейчас зайду в твой кабинет. Вот. Дай мне уйти с честью, как подобает офицеру. Не мешай. А дошли назад. Все-все назад. Я сказал назад. Вот так. Прекратите истерику, майор. Вы что, позволите ему застрелиться? Так бывает. Живет человек честь по чести. И вдруг один раз споткнулся. Пусть уйдет, как честный офицер. Под мою ответственность. Вот так. Был человек и нет человека. Надо взломать дверь. А? Ну зачем же ломать? Че-то я не понял. Я когда в Питер в первый раз приехала, я в белые ночи все время гуляла. Я никак не могла поверить, что ночью может быть светло. Я ходила, гуляла, фотографировала. И ты знаешь, я только ночью увидела какой-то сумасшедший город. Как много здесь прекрасного. Да. Я даже не помню, когда последний раз любовался белыми ночами. В детстве, наверное. Я даже в детстве стихотворение написал про Ленинград. Ленинград. Ленинград ты, ленинградцы. Ведь когда-то, будучи ребенком, слышал я о чистоте твоей большой. И о том, что в городе прекрасном много добрых, милых, чистых. Из корнях людей. А потом я вырос и понял, что все не так. Приезжаешь на вызов, смотришь и думаешь, звери бы так не поступили бы. Приходишь после работы в бар, утром выходишь. Вот и все, белая ночь. Приходишь. Какая у тебя насыщенная жизнь. Я думаю, ты можешь с этим справиться. Уверена в этом. Ты можешь бросить пить. Ведь столько всего еще нужно сделать. Ты ведь понимаешь, что со мной будет непросто? Ты ведь понимаешь, что со мной будет непросто? Какая ты красивая. Хорошо. Это хорошо. Хорошо, когда ты рядом. Мне так спокойно еще никогда не было. Хорошая встреча, майор. Как ты меня нашел? Хотел найти и нашел. Хорошая встреча, майор. Ну, слушай, я все объясню. Не надо объяснять. Давай садись. Ты же денег хотел. Давай, давай, не стесняйся. Поговорить хотел, чтобы никто не мешал. Полина с дочкой на свободе. У себя дома я их отпустил. Денег не надо. Вот как? Ты раскаялся? Решил дать обратный ход? Только ты, наверное, забыл, с кем имеешь дело. Ты зря тронул мою семью. Ты неподходящее время выбрал нотаться и мне читать. Я думал, у тебя хорошее деловое предложение и сел к тебе. Ты мне мои бумаги хочешь вернуть? Нет? Ну, тогда пристрелю тебя здесь и скажу, так и было. Мне терять нечего. Так что верни мне все документы по фурам и разбежимся. Так не пойдет. Ты чуть не убил мою дочь и жену. Я не могу так просто это оставить. Заткнись. Я не шучу. Ну, я сейчас нажму на этот гребаный курок. Ты мне жизнь сломал. И я тебя жалеть не буду. Стреляй. Давай покажу, как. Какая-то прекрасная традиция. Ровно в полдень стрелять из пушки на Петропавловке. Я всегда ровно в полдень. Был там. Но ты же туда больше не пойдешь. Ты мне обещал. Дядя Игорь, давайте побегаем. Давай. Став, 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 догоню, 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 догоню. А, капитан, привет. Ты чего так поздно на работу приходишь? Да и выглядишь неважно. Садись, проходи. Да всю ночь плохо спал. Кошмары замучили. Что-то рановато у тебя кошмары. Ну что, слышал последние новости? То, что Куприянова подозревает в мошенничестве? Тело майора Куприянова обнаружили в угнанной машине. Надо сформировать новую следственную группу в ближайшие сроки. Жаль. Запутался мужик. Поэтому нужно отнестись к расследованию с особенным вниманием. Поручаю тебе возглавить группу. Я согласен, только с одним условием. Ну и с каким же? Верните Соколова в группу. Считай, что договорились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Я выиграл. Ты схитрил. А? Только сразу не убивайте. Да не открывай. Да не открывай. Ну подожди, там кто-то звонит в дверь. Кто там? Я прошу тебя, не открывай. Я прошу тебя. Дай посмотрю. Нет. Ну что, мне прятаться от них? Они… Полин, пожалуйста, пожалуйста, тихо-тихо-тихо-тихо. Стой. Я сейчас выйду. Ты закройте одну дверь. И пока я не скажу, ты дверь не открываешь, хорошо? Все, все хорошо. Я прошу. Ты ко мне? Я к Даша. А вы к кому, ребята? Ленинград. Кончайте его. Постарайтесь сильно не шметь. Ленинград и ленинградцы. Ведь когда-то, будучи мальчишкой, слышал много я о чистоте большой твоей и о том, что в городе прекрасном много добрых, милых, искренних людей. Ленинград и ленинградцы. Как прекрасен ты в любое время года. Но особенно мне нравишься весной. И твоя капризная погода все равно приходится родной. Ленинград и ленинградцы. Ты обязан оглянуться. Посмотреть вокруг себя. Неужели не замечаешь, сколько хамства и вранья? Ну, не будь же трусом. Ну, проснись. Открой глаза. Жалко, если, сделав это, не заденет ничего тебе. Спойте. КРИК ВОЗНОЕ Стоять! 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 Руки, чтоб видели. Медленно встали на колени. Я сказал на колени. Медленно на колени. Стой! Давайте наверх, быстро! А мы с тобой здесь как-нибудь, не маленькие уже, по лесенкам бегать. Стой! Черт! Черт! Давай наверх, наверх! Стой! Михалыч, скорую, срочно! Даже не думай. Иди спокойно. Позволь. Тихо. Тихо... Что, доктор? Капитан потерял много крови. Нужно переливание. Кровь нужна. Ну, так в чем проблема? Берите мою. Редкая группа. Первая. Потрясательный резус-фактор. Иначе и быть не могла. Я найду. Не понял. Доктор, я могу его видеть. А вы ему кто, голубушка? Жена. К сожалению, сейчас невозможно. Он без сознания. Придет в себя. Посмотрим. Марковкин, у тебя какая кровь? Что значит какая? Хорошая? Да группа какая? А, первая. Положительная. Нужна первая отрицательная. Срочно! Первая отрицательная кровь! Слышите? Срочно! Сокол! В реанимации! Что случилось? Срочно первая кровь отрицательная! Слышите? Все меня слышат! Что стоите? Ищите кровь! У водителей сбросите! У прохожих на улице! У задержанных убросите! Чаусов, у тебя какая группа крови? Чаусов, у тебя! Ага. Так что здесь делаешь? Группа крови у нас с тобой одинаковая. Думаешь, мне в кайф здесь с тобой валяться? Да пошел ты он. Так а ты отпусти, я и пойду. Ну ничего, мы еще с тобой поболтаем. А я бы тебе свою кровь не дал бы. Ты за Дашкой пригляди. Будь мужиком. Ленинград и ленинградцы. Игорь поправится? Что? Сокол поправится? Конечно, поправится. Ленинград и ленинградцы. Игорь Негода. 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 Игорь Негода.